Привет всем, кто хочет быть в курсе всех свежих новостей. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Взаимодействие или противостояние. В высшую школу журналистики и медиакоммуникации пришла четвертая власть. Знать иностранные языки должны и маленькие, и взрослые. У каждого человека каждый день сотни идей в голове. Успей подать заявку на реализацию своего проекта на молодежный форум «Наш Татарстан». Что такое СМИ нашего времени? Четвертая власть или всего лишь инструмент власти? На эту тему написаны горы литературы, а поисковые системы на запрос о четвертой власти сообщают о наличии десятков миллионов ответов, отдавая себе отчет в том, что в нашей жизни СМИ занимает исключительно важное место. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации смогла целесообразно изложить и обосновать свое видение этого вопроса. Все подробности прямо сейчас. Четвертая власть – это довольно громкое словосочетание определяет сегодняшнюю прессу и ее влияние в социуме. Принято считать, что журналисты одновременно обладают большим влиянием на общество и чувством долга перед своим зрителем или читателем. Обсуждение самых актуальных проблем медиапространства Российской Федерации и разработка рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия медиа с различными институтами политической власти и гражданского общества стало главной целью состоявшейся научно-образовательной конференции «Медиа и власть. Власть. Медиа», организованной региональным отделением Российского общества политологов в Татарстане и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сегодня власть, она очень большая, и журналисты должны понимать, что она должна быть ответственной, такая вот позиция, ответственная власть должна быть. Действительно, вы очень большую роль играете в этой среде массовой информации, в жизни общества, в решении разных вопросов, которые есть в сфере экономики, в сфере политики и везде, в общем. Данная конференция проводится в рамках празднования 55-летия журналистского образования в Казанском университете. Мероприятие посетили представители Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», заместители руководителя департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики и еще многие другие. Сегодняшняя наша журналистика гораздо более интересная, и жанровая, и яркая, но у меня, честно говоря, существуют определенные сомнения относительно ее реальной социальной миссии и властной миссии. Потому что это вопрос, который, безусловно, не имеет однозначного ответа, его надо обсуждать, это дискуссионная проблема. В течение двух дней участникам конференции предстоит рассмотреть совершенно новые возможности современных медиа в политической коммуникации, изучить реальные взаимоотношения власти и медиа, обозначить проблемы медиаобразования и найти перспективы его развития. Ведь именно от того, как будет выстроен механизм работы данных институтов, будет зависеть дальнейшее будущее политических процессов. Об этом и не только шла активная дискуссия среди приглашенных экспертов, среди которых были не только журналисты, но и деятели науки и культуры. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. О том, что важно знать международный английский язык, теперь не говорит только ленивый. Даже самые маленькие изучают по несколько мировых языков. В следующем сюжете мы расскажем вам о том, как это им удается. Знания английского языка в современном мире становятся не только желательным, но и модным. Это можно заметить на примере ежегодной конференции «Языковой вкус эпохи Казанского федерального». Хотя конференции этого года уже 16, а по счету желающих с каждым годом становится только больше. Мы понимаем, что в нашем глобализованном мире без знаний иностранных языков, и в частности языка международной коммуникации, это английского языка, жить невозможно, особенно молодому поколению. Потому что молодое поколение, оно прагматичное, оно достаточно амбициозное и видит себя не только в продвижении своей карьеры, так скажем, видит не только в рамках Российской Федерации, но и за рубежом. Наинтересовать учеников изучением языков стараются в школах уже с ранних лет. Для этого татартанские учителя используют всевозможные методы, привлекают детей к конкурсам и конференциям. Очень многое количество детей на самом деле интересуется, но зачастую они не знают, к кому обратиться и где можно это найти. Если к нам ученики обращаются с подобным родом вопросов, что они хотят более глубоко и более насыщенно ознакомиться с каким-то материалом, мы только за. Это нас очень радует и нам это тоже интересно, потому что зачастую на научно-практических конференциях мы освещаем те вопросы, которые не используются в школьной программе. Подливые умы, которым школьной программы мало, нашлись в школах и гимназиях по всему Татарстану. Более 150 учеников представили свои доклады на разных языках. В этом году также появилась новая секция, где изучается использование английского языка в разных сферах. Например, шестиклассница Настя изучила методы перевода художественных произведений с татарского, русского и английского языков. Я читала произведения, точнее отрывок произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и для меня на английском произведении читается легче, чем на татарском. О том, как знание международного языка важно, понимают даже самые маленькие. Но это не предел, ведь выступать с докладами можно на любых языках мира. Сегодня я выступала на русском языке. В конференциях я уже участвую пятый раз. Мне это очень нравится. И сегодняшняя тема у нас была интегрированная изучение английского и татарского языков. Хочу очень сильно поучаствовать в лингвистической категории, потому что я очень люблю языки и я сам изучаю английский и немецкий. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главным. Площадка, на которой любой молодой человек и команда могут представить и защитить свой проект. Найти единомышленников для реализации, получить общественную и государственную поддержку. У нас один из лозунгов форума «Реализуй свою идею». То есть не обязательно приходить на форум уже с готовым проектом, который уже начал реализоваться. Можно достаточно иметь только идею на стадии, просто записанной на бумаге. И благодаря нашему обучению, которое у нас проходит, вы уже можете написать целый проект и защитить его перед экспертами. Всего представлено 9 тематических площадок, и каждый может выбрать ту подходящую тему для реализации своих проектов. Регистрация на 7-й республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» открыта до 20 февраля этого года. Далее проходит заочный этап. Эксперты по каждой площадке выбирают лучшие проекты, которые проходят на очный этап. Он представляет из себя защиту в течение пяти минут. Работы, которые не прошли финальный этап, получают экспертную оценку дальнейшей реализации проекта. Финалисты же представляют свои работы на трехдневной выставке в IT-парке в апреле. На самом деле новые идеи берутся у всех ежедневно, каждый день. Просто кто-то их развивает и думает о них, а кто-то идея появилась и забыли. А на самом деле будущее молодежи как раз-таки именно в тех людях, которым идеи приходят в голову, и они продолжают о них думать и уже в конце развивают. Идеи приходят к нам каждый день, и они очень простые на самом деле. Просто нужно понять, что именно эта идея сейчас взорвется и просто улучшит этот мир. Форум реализуется Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан совместно с Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов Республики Татарстан и Региональной общественной организацией Академии творческой молодежи Республики с 2010 года. Представителем оргкомитета форума является премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Финалист 6-го Республиканского молодежного форума Андрей Гедманский в соавторстве с Маргаритой Дмитренко разработали свой уникальный проект робот для прокладки кабелей по кабельным лоткам. Проблема была обозначена одним из инженеров компании, которая занимается прокладкой кабелей. Проблема в том, что зачастую кабельные лотки закрыты фальшпотолком, и чтобы проложить там кабель, надо каждые 2-3 метра подниматься со стремянкой и разбирать этот потолок. В первую очередь я получил поддержку от профильных министерств, и во вторую очередь я познакомился с активными студентами Татарстана, которые тоже помогли мне в неком роде развивать проект, давая обратную связь и давая какие-то советы. Как признался Андрей, он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует развиваться в направлении робототехники. Придумывать новые проекты или создать свой бизнес покажет время. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универ Ньюз. Сегодня на этом все. Будь всегда в теме с Универ Ньюз. Пока!